добрый вечер друзья у нас сегодня тема такая денежная как бы разбогатеть не разбогатеешь а сэкономить можно значит история такая в соединенных штатах есть невероятно разнообразная система всяких скидок там промоушен и так далее и в разных бизнесах там по-разному это делается вот вы можете прийти например магазины там будет написано там 50 процентов of там все что есть на полках или там скажем тогда нужно все лишнее убрать они предварительно все убирают оставляют там то что оставляют то все подряд 50 процентов там значит скидка или например там говорят 75 процентов of selected items и дальше может быть например то что желтеньким кружочком значит там 75 процентов с красненьким 50 синеньким 25 зелененьким 10 ну например то есть как бы по-разному все это бывает то есть ты заходишь и тебе сразу кричат иди сюда скидка есть есть формы более завуалированные там допустим купончик какой-нибудь если ты пришел допустим машину мыть и взял купончик там стоит коробочка взял купончик следующий раз пришел значит тебе скидка не взял зачем нет скидки а есть такие я бы сказал злостные формы когда нужно спрашивать вот так копаясь в памяти я вспоминаю что мы столкнулись с этим очень серьезно в начале 90-х в середине 90-х в то время шла такая большая война между телефонными компаниями которые все время что-то такое предлагали значит компании было основных три и вот эти три основные телефонные компании значит все время переманивали друг у друга значит клиентов их там пытались регулировать там и в общем по всякому было какие-то предлагали планы вы себе представить не можете какое разнообразие творческой мысли наблюдалось вот у этих вот компаний и их там маркетеров семейные планы с разными там бог знает что я даже не могу словами передать вот на что это все было похоже и шла такая натурально шла война и тенте и мси спринт вот это были три главные такие грозы значит рынка и вот они дают тебе сегодня какой-то промоушен и ты говоришь ну хорошо пойду там мси и дальше получается такая история что год проходит а выясняется что промоушен было на год а то может даже и на шесть месяц и тебе бах приходит билл очередной а ты там уже и что-то кто там помнит все дела но приходит билл а там понимаешь уже совершенно другая цена причем так существенно другая и ты начинаешь лихорадочно бежать туда бежать сюда и значит и отказываться на чего-то им звонишь и ты отказываешь они тебе говорят что такое это чем разговор да вы не волнуйтесь у нас же есть промоушен и дают вам еще какую-то цену такую что нет смысла переходить больше никуда вот значит потому что на самом деле там еще тонкость что сам процесс переключения помимо цены но сам процесс переключения он такой не симпатичный вот вроде бы и номер тот же и все но вот масса неприятностей бывает связано с этим особенно когда разные планы там и пошло и поехало и все это да так вот значит дальше ты начинаешь немножко к этому привыкать и в следующий раз когда ты уже знаешь тебе там где-то подходит ты звонишь и говоришь ночью мужики говоришь у меня тут подходит конец контракта чего у вас нынче за промоушенс рассказывайте значит и они вам радостно рассказывают они боже как они радостно вам все это рассказывают и тут скидка и там скидка и здесь скидка и и в общем оказывается что никуда уходить не надо хотя надо сказать что в конечном счете мы в какой-то момент перепробовав всех их там значит и так далее остановились на и tnt которая была их подороже но качеством получше вы знаете чего вот когда тебе дешевле но дрянь вот в какой-то момент ты гешну вас всех нафиг они не совсем уж прямо дрянь но конечно с этим было не сравнится пока на тот момент так вот к чему я это все рассказываю сегодня вот такая вышла со мной история получаем email и так как то есть такая организация network solutions называется это такой большой такой монстр в частности мы когда-то зарегистрировали с ними там сколько-то доменов доменных имен и кое-что мы у них позабирали что-то там осталось него в общем звонят и говорят ты сейчас вообще можешь потерять там какой-то домен и и главное что это нам важный для меня домен в принципе у нас этим админ должен заниматься но что-то вдруг они мне прислали но потому что это на меня аккаунт там я знаю очень когда-то я регистрировал давно там 10 лет назад больше ну и говорят так вот так мы пытались прочаржить твою карточку значит в денежку получить и не получилось у нас в общем и номер есть customer service но я звоню вот буквально 10 минут назад я гучу случилось они говорят вот значит а я уже даже не помню там кто они у нас держат все хозяйство или там может еще кто потому что у нас админы они периодически переводят это к нашим хостингом поэтому я не был уверен что это я им дайте у них есть такая манера они тебя напишут или позвонят и фактически украдут твой аккаунт у того с кем ты на самом деле находишь я говорю это это выгода это мы бы вас в этом регистратор сюда и каунт у них мой есть там все дела ну ладно думаю такое дело играть на три года желаете или на 5 я имею в этом голове две мысли в этот момент первая моя мысль в том что я и через пять лет никуда не собираюсь поэтому за пять лет вполне можно взять на 5 вторая мысль которая меня в голове что если я все равно беру надолго так взять на 5 будет дешевле чем брать на 3 ну так если разумно как бы должно было бы так быть соответственно я буду давайте 5 он говорит прекрасно сейчас туда-сюда и у меня карточку уже в руке наготове от 187 долларов ягу сколько могу слушать 7 за пять лет а что я бы чувак я буду я по десятке платил где платил я бы не знаю может быть даже вам я бы я я домены беру по десятке по 8 долларов брал по 12 брал но чтобы вот так с таким цинизмом исключительным там по 40 долларов там 37 там девяносто девять девять я это чем он ведь вы знаете что он ведь у нас для вас есть промоушен и снял мне это дело до 99 95 на 5 лет то есть мне вышло по двадцатке на год и честно сказать подозреваю я что и это тоже многовато но уже ладно думаю хрен с ними кого-то и там не но в общем такая вот интересная история я просто что хочу сказать составь там почти 190 значит снесли на 99 это просто потому что человек нифига себе сказал человек я им не сказал я сейчас от вас уйду но просто по факту того что я удивился и возмутился даже так в мягкой форме я в этот момент не знал чего делать я подумал что можно забрать у них потому что ну что ж такое по 40 долларов год это же безумие это уже просто совсем люди совесть потеряли вот и он тут же раз так вот и к чему рассказываю это не столько для тех кто может быть нас смотрит из-за рубежа но у нас надо сказать что 10 процентов наших подписчиков 10 живут соединенных штатов поэтому я вот к ним может быть так обращаюсь если кто-то там относительно недавно просто имейте ввиду что вот есть такое безобразие когда надо говорить какие у вас промоушен или там периодически его звонишь уже сам когда контролируешь и звонишь и говоришь так мужики у меня там срок подходит ну-ка чего у нас тут есть вот это еще страшнее потому что это значит что человек ищет куда ему деться он начинает сравнивать и они вам все выкладывают что есть я не знаю может быть если бы я ему сказал послушай 99 это слишком много может быть он бы чуть-чуть нашел на себя нет ответа на этот вопрос вот наверняка у них есть какая-то схема по которой они называют какую-то абстрактную цену если человек платит то они только рады а дальше значит если какие-то вопросы то какой-то уровень снижение тоже присутствует я даже не знаю не могу сказать как там дальше вот может быть кто-то поделится из тех кто нас смотрит ночью вот такая фишечка так что друзья желаю вам побольше сэкономленных долларов счастливо